здравствуйте дорогие братья и сестры у микрофона евгений кифоров и сегодня у нас в студии алексей юрьевич заров здравствуйте алексеевич приветствую это главный врач и директор нашей клинической больницы свидетеля алексия патриархийный как его называет наверно так она есть хотя это как из юридически зарегистрированы наша больница имеет юридический статус автономной некоммерческой организации каким образом патриархии здесь участвует или москву является единственным учредителем а ну напрямую тогда как его рады же впрочем братья и сестры в прямом смысле не знал что а вот многие так дело в том что когда все это начиналось нынешний святейший патриарх кирилл говорил о том что радонеж это тайное оружие московской патриархии все это независимо тогда мы действительно независимым потому что никто и никогда из патриархов мы же еще при пиме не начинали никто никогда нам никаких пожеланий даже теперь понятно почему такой у вас успешный радио и так долго вы существуете да и милости опять-таки милость в священн начале никто никогда претензий не предъявлял там говорили ордена выдавали что тоже всегда приятно в нашем 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 деле и так не все юридизоров но говорится мы начнем сначала печальных событий потому что вы были личным врачом нашего замечательного друга сергей николаевич андрияки который недавно почил в возе несколько слов о нем потому что вы были его другом или чем врачом что это за личность для вас серий николаевич для меня родной человек человек с которую был рядом последние практически 25 лет моей жизни а это такая сознательная часть создателя моей жизни когда образовалась моя семья когда стали рождаться дети и все это время так получилось что наши жены были близкими подругами они были духовными чадами и владыки алексея фролова тогда еще архимандриты начале 90-х годов новоспасского монастыря а потом уже и архиепископ алексея и прихожанками новоспасского монастыря вот такой духовный раствор и дружба наших жен соответственно и нас познакомила и наши семьи такие вместе вы проводили время все праздники вместе отмечали у нас далеко в общем-то и живем здесь недалеко на зерковской вот и дача там у них кратова у нас быкова поэтому это 25 лет такого счастья и счастья такого дружеского общения ну и конечно от общения с таким великим человеком потом норр мы еще можем попозже сказать а так конечно я благодарен сергей николаевичу за то что он был таким старшим братом настоящим другом и за то что без общения с неба нерба и жить мы это было другая я был другой бы ну и сам глава мои дети выросли рядом с ним так как наши семьи общались наши дети дружат очень близко конечно практически братья сестры и конечно это тоже я уверен повлияло на на моих детей и поэтому такой но вклад конечно для меня как просто как ли человека как для отца со детей в квартире николаевича в нашу жизнь огромный и ну в определенное время когда я стал главным врачом больницы святителя алексея и был такой сложный период начала шестнадцатого года 2016 года сложным был в первую очередь для больницы финансовом плане и сергей николаевич попросили здесь патриарх благословил включить попечительский совет и он стал активным участником попечительского совета но это такая формальная история важную очень но он конечно стал таким еще другом и больницы не только моим но и другом больницы в больнице масса его работ практически в каждом кабинете в коридорах всю ну это такая постоянная выставка и да сейчас проходит выставка дочерей замечательности николаевича а так мы старались все но наше отделение декорировать репродукциями конечно запустили николаевича и тоже не замечательно это цветы это пейзажи это россия и в общем-то созвучно с нашей архитектуры и с нашим контингентом наших пациентов мой брат кирилл константинович некифоров он тоже большой ценитель работ сергей николаевича у него спальни висит его работа он говорит слушай ты знаешь как мне кажется он терапевт потому что он так излучает такой оптимизм море оптимизма и радости и для меня он собственно пасхальный человек пасхальным человеком ну и такие картины и наверно именно это отличает их до от мастеров других его живопись поэтому сергей николаевич проводил благотворительные выставки в тот период когда нам было тяжело а что это было фактически его работы и работы преподавателей школа академия которые продавались а средства шли на зарплату медикам нашей больницы в 2016 год и так и таких выставках было несколько большинство из этих работ были безусловно его и конечно больше вклад такой и финансовый конечно было отработать и николаевича это вот то что было в шестнадцатом году а дальше тоже постоянная поддержка и сергей николаевич был есть уважаемый человек то есть у него были возможности где-то нас поддержать в том числе там был такой момент когда в министерстве финансов у нас есть федеральные субсидии ты нас там долго тому назад решили на 10 процентов субсидию меньше а по субсидию важно идет на паллиативную помощь и нет палитивная помощь это это помощь для неизлечимых пациентов как раз то что вот у нас тоже открыл в шестнадцатом году в москве потом теперь еще и имеет помощь оказывается нескольких наших филиалах это и хоспису по сути это хоспис это один из вариантов палеотинской помощи можно сказать хосписе кому-то это более понятно то есть это помощь тем пациентам которых уже по сути вылечить нельзя а помочь можно и нужно вот и сергей николаевич он рано утром приехал давай горит письмо все сейчас едем министерство финансов и это было его инициатива на тот год субсидию сохранили в том объеме какая она была вот это вот один из примеров и я всегда понимал что этот человек мой друг серий николаевич андреяка он но всегда на него можно рассчитывать вот он что угодно сделать все что нужно для того чтобы помочь мне помочь больнице поэтому терять так в земной жизни такого человека но это очень тяжело для меня и очень больно и конечно это длилось определенное время то есть николай болел он больше трех лет три с половиной года боролся с алкогическим заболеванием болел конечно гораздо больше но он не обращался то есть да но это вот нас качество алкологии коварны тем что опухоль да что она очень долго себя может не проявлять вот но когда у тебя николаевич пожалуйста мы на следующий день его пригласили в больницу провели обследование с тех пор были операции были многочисленные курсы химия терапевтического лечения и были ремиссии и потом рецидивы и такая борьба который тогда мало кто знал вот потому что буквально еще за три недели до того как серий николаевич скончался он провел полноценный рабочий день и никто не мог предположить что на тот момент у серий николаевич уже было распространенное экологическое заболевание с метастазами он старался никому об этом не говорить он сразу никому об этом не говорит самое главное он это не влияло на его фактически жизнедеятельность вот это ты поражала всех что он свою бодрость такую энергичность большую до мужества и сила воли такой конечно духовное отношение к этому а самое главное вот недавно об этом подумал что конечно он из того что почему так все это происходило потому что для него это свое здоровье не было на первом плане он себя полностью отдавал отдавал тому чему посвятил свою жизнь искусство образование и это было там третьем четвертом плане здесь с одной стороны мы конечно сожалению имеем то что серий николаевич достаточно поздно обратил внимание на свое заболевание с другой стороны вот именно такой подход видимо и сделал серий николаевич великим педагогом великим художником да потому что он все ставил на первое место ставил именно искусство много в мире хороших художников и даже выдающихся но так как он хотел поделиться своим собственно даром он был невероятно одаренным человеком от бога дарит естественно и так как он хотел вот вот то что он нанес себе поделиться со всеми причем массово пытался делать выездные какие-то семинары знаменитые лагеря в сочи и тогда сириус да и в других местах он сразу же откликался на дым не то что отвлекался на просьбы приехать он сам инициировал это все школы как начинать вот давайте да познавайте любите мир кстати вот очень же важно с чем человек уходит давно в сознании серий николаевич до последнюю своего часа был сознание понятно что там последний час это уже был такое глушение вот но серий николаевич скончался в 6 часов 15 минут 16 мая и буквально полночь за 6 часов до этого вот уже был такого состояния больше такого сна но к нему обратились его близкие сказали что папу тебя любим он ответил я вас тоже люблю всех люблю и это были последнего слова и вообще вот этот период ну последний скажешь дней около трех недель когда с николаевич уже не мог активно работать но тем не менее он был абсолютно сознание и абсолютно всю ситуацию оценивать не просто оценивала еще и принимал решения поддерживал своих близких встречался с людьми это все время она очень важно было для безусловно серий николаевич очень важно было и для семьи для тех людей которые близкие дети чем жена ну то что была возможность побыть рядом вот все николаевич со всеми поговорил он напутствовал он у кого-то из детей напомню всех до просил прощения он просто держал за руку вот это было на самом деле чайна такой трогательный при этом такой великое великое но слова зрелище не подходит но картина да скажем так вот именно этих последний его дней и отношения его к этой ситуации и отношения к своим близким и отношения его супруги даре и замечательных детей дочерей которые не оставляли все николаевич не оставляли это удивительно они все время были с ним они разговаривали с ним они обсуждали какие-то планы он делился своими планами они рисовали у него прямо в палате цветы и друг друга и потом 7 7 мая у нас открылась выставка прямо в больнице у нас есть такой то высочное пространство его организовали по моду такой очень красивая доступны вы что для многих посетителей нашей больницы организовали выставку сестры андреяки приемлемости с поколений все стран дети подразумевается его дочери это лиза соня и маша три замечательные девушки уже тоже мастера вот лиза преподаватель соня заканчивает академию блестящая вот маша заканчиваем году все талантливая но я не удивительные люди и вот я давно знаю с детства там машу знаю красотки невероятные и даритая красивая женщина чрезвычайно красивая как и когда мы тоже были дружим очень дружны я говорю даша вот и идеальная жена художника потому что только вот такую прелестную чудесную милую женщину мог полюбить великий художник да но она еще такая но тонкая такая да вот да вот мудрейша это до дашки дочки дочки высоченные красивые изящные и талантливые сейчас перед тем как я к вам приехал приезжал культуры телеканал культура и репортер соответственно с девчонками общался и потом подходит как я первый раз встречаю таких они как монахини то внешне модели красивые девчонки там очень красивые высокие вот а как они рассуждают это и при этом говорят одно и то же да то есть про традиционность в искусстве про тот преемственность то есть и такая счастье что сергей николаевич это сумел им передать и они это искренне абсолютно говорят то есть они это не транслируют они это уже происходит это уже через них преломляется и вот эта выставка она конечно для нас было очень важно и потому что мы успели открытию при жизни сергей николаевича это был 7 7 мая светлая седмица значит около 50 работ девчонок дочерей сергей сергей николаевича и центральная работа это самого сергей николаевича на которой изображена наша больница в тителе алексия в снегу вот это банк картину он подарил очень так давно в декабре в конце декабря на 120-летие больницы и соответственно наш выставка стояла вот из его картины такой центральной и работ дочерей и значит сделали соответственно афишу на афиш изобразили но центральная работа это работа сенька ваще болит алексей в снегу пасха май месяц и вот мы вообще пасхальная выставка у нас планировалось да и соответственно несоответствие снежная снежная картина и а здесь пасха весна и хочется что-то такого наоборот а это из серии его я не видел к сожалению пока еще это работа хотя в ближайшее время посмотрю обязательно это из к сожалению не просто в гости а в гости тоже с удовольствием к сожалению приходится уже просто лечиться и честно говоря бы создали коллектив чудесных докторов чудесных врачей с которым я тут же начинаю дружить как так получается специалистами находишь общий язык все православные все верующие все такие открытые тоже люди а это что там из серии его черно-белых работ нет нет это работа акварелью классического его методики многослойной акварели просто писала но и зимой цветная до цветная рада потому что у него снежники и были знаменитые вот эти работы практически да и грязали и здесь это немножко хотелось продолжить так вот вот это несоответствие к которому говорим афиша и 7 мая пасхальная как бы выставка и вдруг 7 мая мы еще не забыли пошел снег и вся наша больница превратилась ровно такой как она написана на фише вот чудо и все это отметили это было потрясающе еще в этот день у нас 7 мая вы не вспомните была инаугурация президента и владимир путин идет по кремлевскому коридору вот вы останавливались задержат и смотрят картину одной студентки академии среди николаевича андреяки вот и это все в один день открытие но фактически в последней выставке понятно но я хочу позвонить и спросить сергей что там за что обратил внимание президента ну вот президент таким образом безусловно невольно но я думаю что все имеет до такое свыше до отдал дань если николаевич андреяки ну и прорекламировал нашу выставку с девчонками в больнице алексей потому что тот день почти все новости были там половину про инаугурация половину про то что владимир владимирович посмотрел на картину андреяки да вот такие чудеса поэтому эта выставка продолжается она замечательная она находится в нашем корпусе который имеется доступ с улицы это наш поликлиника поэтому можно прийти на нее посмотреть всем рекомендую но тем более полечиться тоже вашей клинике можно это м с правда сейчас оформите насколько поле понимаю довольно таки сложно потому что к лимиты все там уже исчерпаны но кто счастливы кто может кто получил эту возможность кто там получил карточку вот сходите хотя бы на профилактику какую-то уж не знаю или вот если получить терапевтический заряд просто поглядев эти ну да есть немножко продолжите наш такую очень очень грустную тему да я не увидишь как я но это же действительно о нем невозможно говорить вот с угрюмом вы сказали про профилактику все-таки я как врач да это должен немножко сказать да конечно очень важна профилактика очень важно вовремя проходить обследование мы знаем что мы теряем своих близких вот чаще всего от онкологических заболеваний но сердечно-сосудистых и что мы можем сделать плане логических онкологических заболеваний лечить можем продолжать жизнь тоже можем но во многом зависит успех лечения от того насколько рано выявлено заболевания поэтому здесь это немножко коснулись начале нашей передачи до чем раньше выявлено тем больше шансов полностью излечиться или соответственно прожить много-много лет и мы знаем что на одном из первых мест и как раз вот рак толстой кишки колоректальный рак поэтому в возрасте старше 45 лет надо регулярно обследоваться делать эндоскопическое исследование желудка и толстой кишки уж простите как врачи ну это важно сказать потому что может спасти жизнь я пригласил не только поговорить конечно нашим великом друге но и просто к нашим аудитории которая во многом возрастная и нужно компетентная рекомендация совет безусловно поэтому это это в жанре нашей передачи вполне тот же еще видишь какая проблема то что люди не доверяют ничему официальному начинает лечиться прикладываниями различных подорожников не как тем местам где уже ничего никакие никакие примочки не помогают а саги самопальные напитки там в общем чтобы катышками какими-то там гомеопатическими чем угодно только непрофессиональной большой медицины ну если заболевание не страшно не опасно для жизни можно на рыбку и подорожником а если заболевание опасная и ну вот допустим опять же онкологическая если такое случается мы знаем что постоянно слышим да что таких заболеваний все больше и больше конечно а почему стать ну здесь на ровного причин это связано я думаю что это экология это и и питание вот может быть не до конца мы знаем эффект от тех предметов с которым мы теперь проводим везде не надо и всю ночь недалеко откладывая их от своей головы а джи джи то есть это то есть я здесь ни в коем случае не хочу там 5g пугать да вот но понятно что это присутствует и есть при некоторых заболеваниях таких как тот же самый вот колорактальный рак то есть рак толстой кишки прямой кишки четкие связь там с продуктами которым надо меньше есть это мясо так называемое красное да вот ну тоже наверное даже передача всем не надо превращать нет 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 перевратим превратим это жизни людей поэтому я думаю об этом нужно даже говорить вот поэтому сейчас у нас в нашей стране конечно существует и сохранять какие-то проблемы с сохранением но тем не менее большое сейчас внимание уделяется и вкладывается первичное звено то есть поликлиники это профилактика это диспансеризация то есть это реально так уж точно в москве есть возможность пройти диспансеризации и необходимость пройти поэтому я не приглашаю для проходить специализацию в нашей больнице телесе всех потому что каждого есть но особенно в москве я понимаю что сейчас есть нас тут и слышит в других населенных пунктах где медицинская помощь менее доступна не скажет ну вот вы говорите не понимаете как у нас все там тяжело но есть эти возможности проходить обследование и есть те скажем так варианты диагностических методов которые нельзя игнорировать да у женщин это первую очередь конечно наблюдение должно быть и гинеколога да это потому что распространенное заболевание значит половой сферы женской у мужчин это мужское сердце это предстательная железа до который тоже часто является скажем так источником проблем со своей очень сложно насколько понимаю лечить и оперировать потому что она так там в костях где-то находится что добраться до нее даже сложно но как мир в хирурги рассказывали не самый не самым коварный рак рак представитель железы слава богу слава богу потому что он очень распространен вот молочные железы до женщину очень распространенная поэтому тоже нужно сама диагностика заниматься проводить проходить вовремя диспансеризацию вот и вот то что мы говорили с чем мы что же начали это про на одном из первых мест сейчас рак колорактальный как мы говорим то есть это толстый кишки прямой здесь тоже надо делать регулярно странный выбор почему такой именно там локализуется вот эта болячка почему она выбралась это место непонятно ну вот может быть как раз вот питание питание там же как раз на наши пищи но даже если курицу там есть или индейшу индюшку то там тоже их не знал о чем к этих бедных то кормят тоже там химия да химия да химия да в общем проблемы вот кстати хотел узнать общее мнение хотя бы понятно что мы не будем сейчас говорить о политике медицинской да и государственной политики власти медицины но все же государство пытался недавно проводить мощную программу оптимизации скажем так но реформ каких-то медицине и говорят что эти реформы были крайне неудачно задуманы они привели чуть ли не к развала медицины потом вроде бы спохватились вот насколько это верно наблюдение эти и в каком состоянии сейчас то есть по крайней мере выведены ли какие-то уроки из этой ситуации нет однозначно однозначно изменения есть и за вот эти наши лихие годы сильно пострадала первичное звено это как раз вот амбулаторная сеть это вот фельдшерские пункты это амбулатория при клинике это участковая больница да и это оценили уже несколько лет назад что здесь просто беда и стали активно с этим работать полномерно направляя туда средства строится фельдшерские пункты создаются системы привлечения туда медицинских кадров этот программ земский доктор в сельской местности выплачивается едновременно выплаты там допустим там большие деньги сейчас сегодня я смотрел по телевизору маленький какой-то репортаж откуда-то интервью с одним из губернаторов но не буду говорить о каком вы слушайте мы уже пытаемся любые деньги мы согласны платить деньги и не только главным врачам но и на всех ступенях медицинской помощи по последним решение президентским до которые парламентские выступления были озвучены да это как раз в сельская сельская местность малые города направлено финансирование медперсонала это все понятно но нету эту мир персонала реально нету врачей да нет но это сложно мы можем про это много говорить если могу продолжить безусловно для врача у него сложная мотивация хорошего врача одной зарплатой не заманишь для хорошего врача ему до реализовываться он выбрал профессию для того чтобы зарплату получать для того чтобы лечить для того чтобы не было для эту возможность оборудование первую очередь до средства лекарства вот запад это важно она должна быть высокой стабильной для того чтобы все таки доктор жил на зарплату они на подаяние до пациентов но должны быть условия для того чтобы у него был профессиональный интерес всем чтобы он мог заниматься современной медициной то есть поэтому одной зарплаты 10 не обойтись безусловно нужно развивать лечебное учреждение закупать оборудование обучать врачей и такая комплексная комплексно должна быть программа я так понимаю вот в оберике там конечно же медицина на высочайшем уровне там где лечит действительно тех заведениях она намного превзошла те наши возможности которые есть и фармакологии но во всех областях но не хватает то же самое кратно не хватает врачей но правда они паразиты они каким образом они же используют свой доллар они просто покупают врачей со всего мира и там половина врачей индусы да негры арабы еще ну тоже тоже врачи тоже хорошие ребята что живу нас ли я знаю много заканчивает вот этих этих стран южных стран нет но надо поддерживать надо поддерживать образование медицинским надо заниматься здесь тоже есть сейчас опасно конечно рассуждать меня готов пожалуйста здесь свободно радиостанта слава просто я являюсь многодетным отцом и 5 детей и из них трое студента медики медицинских институтов но все кто достигли студенческого возраста они все учатся медицинских вузах и поэтому я понимаете сложности которыми они сталкиваются при поступлении и соответственно при последипломном своем образовании при поступлении сейчас очень высокий балл для поступающих по эгэ для того чтобы поступить условно говоря для того чтобы в наши годы до эгэ мы должны были сдать получить 12 баллов из трех экзаменов то есть все знать экзамены четверки и тогда мы поступали на лечебный факультет там вот первым медицинского института допустим как я да и большинство вузах было не так то сейчас для того чтобы поступить таких основаниях на бесплатных основаниях на бюджетную нужно иметь три пятерки с плюсом но это несправедливо кроме того что не спалил это опасно для всех нас потому что есть соответственно вот я знаю очень много хороших врачей сейчас которые когда поступали вниз тут они получили три четверки они три пятерки с плюсом и а дальше получается как дальше есть платные места вот на эти платные места уже поступают люди с гораздо меньшим баллом то есть мы имеем небольшое количество таких супер отличников ну хорошо если все эти пятерки у них делается там эти балла не обоснованы а потом имеем некоторый провал где вот нормальные ребята хороши стыд и имеем же ребят которые поступили с очень низким баллами на плат это какой-то степень ситуация компенсируется тем что сейчас имеется большое количество всяких вариантов целевых направлений целевые направления там от регионов там от разных там организаций fmba в сина там прочее но опять же это не всем доступно понимаете поэтому мне кажется что конечно медицинское образование с другой не готов как-то рассуждать на медицинской она должна была быть конечно больше типа бюджетная вот чтобы брать хороших сильных ребят вот чтобы они имели возможность учиться на бюджетных местах и это важно дальше еще проблема есть после дипломного образования что после диплома образования это ординатура то есть студент медик медик учится шесть лет потом еще его ожидает от двух до пяти лет после диплома образования а потом он приходит врачом начинающим в больницу вот но это отдельная история про нему сегодня же не будет а вот эти бюджетники что их мотивирует есть они же прекрасно понимают что врач это не то место где зарабатывают вы имеете бюджетники который приходит не бюджетники которые до коммерческой заставе ну вы знаете врач уважаемая специальность профессия и в некоторых ситуациях она и оплачиваемая и особенно в некоторых специальностях ну допустим там взять стоматологию до считает есть такая репутация что стоматологи очень много ребят там из наших кавказских республик или там закавказских снг даже там средняя азия они у них читается в семьях очень но доктор это уважаемый человек и даже вот это уже мотивация на направляет их родителей направить детей учиться медицинском институте и это очень много замечательных ребят и хорошо учатся и там язык осваивают и остаются в москве и кто-то возвращается ну вот просто мне кажется что нужно чтобы была система которая позволила все-таки выбирать ребят способных их чтобы это не было связано возможности их обучаться с толщиной кошелька их родители вот тогда просто мы с вами получим нормальных врачей там через 10 лет а если это будет по-другому то есть риски здесь риски что таких врачей будет мало и а вот что касается после диплом я закончу это звать ординатуры здесь тоже сложности потому что здесь вообще очень мало бюджетных мест и в основном они это их еще меньше чем для поступления в институт и в основном они очень много как раз ситуация когда ребят которые заканчивают институт даже хорошо должны оплачивать свою ординатуру работы в больнице там начинающими врачами практически помогают вообще такая рабочая сила то есть вот это тоже не совсем правильно сказать что взять германию и там когда студенты поступают после окончания университета медицинского резидентуру они платят они платят порядка 2000 евро да и более того они вот эти немцы да они привлекают еще и наших то есть можно приехать закончим медицинский институт российский поступить в резидентуру в германии но есть ты пройдешь там экзамен на язык и прочее диплом признается даже германия и они будут платить за резидентуру а им будут платить а у нас наши ребята граждане российской федерации за то чтобы несколько лет работать и учиться вот они достаточно часто вынуждены платить простите но это к сожалению это к сожалению вот эти несправедливости которые как-то все против наших ожиданий потому что мы привыкли что россия это наше русское государство социально ориентированная страна и государство социально ориентированное так и есть так и есть во многом ну то мы все таки у вас пмс уже да да это вот здесь что касается доступности медицинской помощи вот для для нас для россия для граждан россии в этом плане в россии выдающаяся страна хотя там конечно в моменте как бы вместе когда докажешь что что-то где-то там сложно и тяжело но все познается сравнение вот если сравнивать систему захоронения в республиках ну или бывших республик советского союза да то в большинстве практически нет такого сохранения доступного как россии подавляющее большинстве белоруссии еще хорошо вот мы сталкиваемся сейчас да с тем мы можем видеть как это организована украине было да то есть да достаточно приличный уровень медицина там в крупных городах и очень неплохо и училище блестательные но там замечательные мы знаем эти школы до школы и институты донески киевские медицинские институты но вот именно доступность для граждан украины да она именно чтобы была бесплатная помощь как у нас можно пройти химиотерапевтическое лечение и сложно сделать операцию до в россии можно бесплатно все обеспечивая государства это вот абсолютная правда во многих других странах в большинстве странах мира это все стоит достаточно дорого для людей поэтому это надо признать и конечно в этом плане когда вот мы оказываемся на наших новых территориях я всегда говорю что заходят разговора да вот россия украина не знаю не буду ни о чем судить но могу сказать что в россии здравоохранение более доступное она более социальное то есть вы же туда ездите часто вы с помощью и с реальной помощью собственно туда отправляетесь да стараемся но там не просто старайтесь вы там присутствуете практически постоянно не просто такие пиар акции некоторые вашей клиники нет нет это такая многосторонняя деятельности которая непреживно происходит уже получается уже несколько лет до 2022 года нос с апреля ну в общем-то началось даже все феврале ну что-то с апреля вы военных лечите ли или оказывается конституционную всякую другую помощь гражданскому населению в чем ваша прежде всего работа стоит там ну мы как врачи как медики не разделяем людей на красных и белых русских и украинцев военных и мирных помогаем те кто он обращается кому можно помочь и здесь сейчас это мирное население мирное население в двадцать втором году были военные ребята да потому что и сейчас они тоже есть в основном последствии травм и или у нас есть центр протезирования жуковскому протезирование то есть мы проводим протезы реабилитируем протезы эти они хоть как дотягивают до западных какой-то степени уже или нет еще они дотягиваются до западных потому что они западные вот это имею ввиду они что-то какие-то гироскопы в этих ногах и так далее там настолько сложно этот протез на геме до 10-20 такая что количество людей нуждающихся в протезировании очень сильно отличается мирное время и во время и военное время даже ложные минные поля да там много минус там особенности скажу так бы вы здесь такие что очень много травм минозрывных это даже не пулевые ранения до их небольшая совсем доля это прилетают мины прилетают разных источников до забрасываются с этих дронов дронов прилетают мины снаряды вот и травмы тяжелые которые часто приводят к ампутации и соответственно сейчас но потребность в протезировании конечно начиная с во времена с начала специальной военной операции она сильно заросла и у нас до последнего надо сказать что промышленность в плане изготовления протезов но было очень просто да 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 можно сказать да в основном это были немецкие или европейские протезы комплектующие которые в общем-то полностью здесь рынок наш на тот момент не очень большой владели сам сам сейчас протезирование она немножко отличается от того как это было раньше вот раньше мы знаем что были заводы там по изготовлению протезов донецк сейчас завод восстановили в москве раньше был протезирование вот это было предприятие большое сейчас фактически то место делать изготавливается протез это это не завод такой небольшой сборочный цех до помещение достаточно небольшой сейчас даже вот этих тех самых немцев не был такой вариант контейнерного мастерской то есть там 28 квадратных метров контейнер до куда входило все оборудование для того чтобы можно было делать протез если говорить про протезирование тоже такая тема важная и сейчас нам близко и так вот протез состоит из двух частей это та часть которая индивидуальная и ту которую часть изготавливает непосредственно мастер по протезированию да это сначала гипсов слепых потом делается временная гильза вот потом уже постоянно это hand made ручная работа и здесь все напрямую зависит от рук мастера протезирует который это делает это то куда погружается культя до культе приемник гильза мы тоже называем вот она индивидуальная а вторая часть она собирается из это как конструктор вот там взяли стопу взяли глиностопный сустав голень колено зависит от уровня ампутации собрали это могут быть разные эти детали могут быть разного качества разных производителей разных функциональной нагрузки соответственно стоимости но это все собирается это все уже сделано сожалению со подавляющим большинстве случаев сделано за рубежом пока что да вот ну это вот такой так процесс это или поэтому из этого мы исходим что несмотря на то что все это очень автоматизировано эти протезы технологичные и дорого стоят большой вклад туда именно рук мастера и это я сейчас является узким горлышком во всем процессе потому что этих людей мало было к началу специальной операции их сейчас недостаточно на сказать что нет к сожалению такой нормальной системы государственной подготовки и это является большим ограничением потому что можно поставить собрать за этих комплектующих условно то есть очень дорогой который стоит несколько миллионов рублей но если это культи приемник сделан будет некачественно если должное время как бы не или внимание мастер протезиста не будет уделено для того чтобы все комфортно сидела на культе то человек не будет пользоваться этим многомиллионным протезом и наоборот если это будет может быть даже не самый дорогой протеста потому что там очень большая разница то есть там есть протез который может там футбол играть да вот но если тебя протез который может играть футбол стоит много миллионов на плохую культи приемник ты даже ходить не будешь и наоборот если у тебя более-менее то есть у тебя хороший культи приемник хороший сделанный и пусть проще протез ты будешь им пользоваться вот отдельная тема но главная сути в том что это безусловно сейчас является для нас нет таким вызовом потому что приличное количество таких людей у нас сейчас в ходе специальной операции конечно большинство это ребят который именно военный и здесь большую нагрузку миноборода несет но это потом еще такой важный момент что это же на всю жизнь это не то что один раз сделал протез и все то есть эти ребята они будут пользоваться этим протезом всю свою жизнь и сейчас есть и технологии того чтобы они очень функционально себя активную жизнь или но надо здесь всем потрудиться это понимать ну прежде всего должна быть государственная программа и политическая воля чтобы это все эту проблему решить жаль что все это медленно происходит ну по один президент уступается всеми инициативами оказывается сейчас новое правительство вроде бы она из достойных и профессиональных людей состоит будем надеяться что что они оправдают наши надежды все думают о ну может быть хотя некоторые остались те которые просто отрыжку вызывать у нашего населения на их предыдущий сложной список конечно для это же для всех людей и начинает президента и для всех для нас это мы никто этим раньше не занимались это новый вызов такой да и конечно здесь вот решение президента о создании фонда защитники отечества который должен поддерживать как раз всех ветеранов специальной военной операции и семьи погибших очень важное решение но опять же затем решением может это дело сделать это сложный процесс на всю страну вот а много-много ребят получивших травму украины там мы украинскую статистику знает а наша она закрыта мы можем в общих таскать много немного среднего так как я понимаю думаю что немало совсем немало украине там вчера у меня был гостях и ближайшие эфирах мы дадим эту запись знаменитый политолог и щенка я вот прошу а он очень компетентный человек вот украинцев сейчас до двух тысяч человек двухсотых в день две тысячи жизней в день это возможно вполне да если до пяти доведут там уже просто украины не остается вообще и лечить некого будет совершенно но надеюсь что у нас не такие цифры но они все равно должны быть ну там мы после в два раза меньше три раза но все равно и даже если в три раза все равно это много много погибающих и много страдающих много получающих травмы ну так в общем как у какой-то этот курс впечатление просто свое личное мне нечего добавить все если я понял вот тогда такое просто личное впечатление от их духовного устройства ребят как они все же впадают ли они в отчаяние начинают ли они кле не клянуть судьбу как это будет мы же знаем чем заканчивается войны вьетнамская война вот недавно показывает старинные фильмы состав со сталлоне зора не не зора как называется рэмбо да там же речь идет о том что человек получил на во вьетнаме кошмарные травмы психологически он целенький вышел из войны мы знаем что такое афганский седром что такое объединение афганцев которые терроризировали там сказать россии мы много знаем а вот этот ликвидация фильм с чем ликвидировали кого вот этих самых ветеранов же ликвидировали ветераны стали ворами разбойниками их не могли социализовать никак не там предпринимать все-таки в общем страшные жукова только жуков и фух и принять человека привык так миллион сюда миллион сюда направо налево как засыпать трупами но это войне на войне это одно а здесь в мирной ситуации когда решали вот такими жестокими методами ситуации это все дну ты товарищи да мы знаем это ремарка всем об одном как здесь это утерянное поколение или все-таки это ребята которые как-то как-то более оптимистичны вот как у короче вот здесь это же духовное впечатление ну первое что это конечно многому зависит от всех нас потому что ребята сталкиваются очень тяжелой ситуации это первый начнем сразу конец однозначно не утерянная не потерянные для серены вот но сколько вот людей и какая доля окажется вот в этой части не потерянного поколения наоборот среди тех людей которые могут на оборот дать какой-то импульс нашего общества зависит усиливать всех нас наше общество одно что мы делаем да вот наша больница допустим ну вот на каком-то таком просто примере вот расскажу горловская больница номер два да эта больница в дорогом для нас горловки в городе горловка там транспортное отделение туда с весны 22 года привозят раненых ребят в основном это ребят который как раз народной милиции донбасса сейчас это уже минобороны сейчас уже попроще а тогда еще до признания данный вер и так составили официально российские войска у них все было достаточно сложно вот и в плане оснащения обеспечения медицинского и в том числе и протезирования вот вот например одной больницы вот сейчас по в шести больницах присутствуем наши сестры милосердия они поступают эти ребята не поступают с поле боя люди поступают не в погонах вот и не штанах слабосными да и спать черные от грязи вот там не видно фактически короче всего и наши сестры милосердия они помогают врачи герои хирурги на хирурги урологи рематологи которые же много лет в этой городской городской больницы я просто беру пример одной больницы этим занимаются безусловно они герои ну вот вклад наших сестер милосердия они встречают их когда они поступают они мою моют их понимаете то есть начинается того что просто чтобы этих людей ребят просто отмыть вот дать попить утешить сказать что просто человеческое слово что все нормально вот и они увидят вас бывают случаи когда бойцы открывать глаза год а ягод это в каком веке потому что они тоже 7 на 7 плата да и конечно но это очень многих поддерживает потом многие эти ребята сожалению за травм теряют конечности да и вот молодой человек оказывается на это больничной койке и и больно и уж ты страшно какой-то отчаянием и наверное обида и здесь вот опять же медики здесь устремил сели которые их как своих братьев относятся за ними ухаживают помогают их взбадривают и говорят что ты не переживай вот есть больница сети алексея у нее есть соответственно центр протезирования сейчас у тебя вот рано заживет через две недели там через три когда ты сможешь поехать тебе сделать протезирование человек когда понимает что у него есть перспективы так у него сразу по-другому это вот просто небольшой пример так же как и это можно распространять на все остальное если люди понимают что они имеют перспективу что они нужны обществу здесь это тоже такой очень интересный я для себя это сделал урок от одного бачки отца евгения который занимается психологической поддержкой ребят он говорит что ни в коем случае мы то есть не должны то есть мы даже какой там посыл что не мы им помогаем а мы просим их нам помочь то когда они понимают что они нужны что вот у них есть какое-то дело которые могут они делать или могут да только они вот это им дает силу то есть они хоть уж точно не должны быть дождевьянцами какими-то вот там жертвами получателями помощи вот должен быть такой подход что их надо наоборот вовлекать в эту жизнь и они нам должны помогать здесь вот это чисто такая психология это много всего но государство конечно к этому не готовы да вот чистый видя но и и нары не могло быть готова вот здесь активно все мы должны участвовать церковь-то маханька сама церковь маханька ваша больница безумно красиво которые два храма где люди молятся где люди верующие приходят с самого начала мотивированы именно так это это дно но это уже все крайне мало через три филиала два мобильных госпиталя в мариуполе херсонской области так что мы очень большие поздравляю поздравляю без надувания щек до лобинет абсолютно надо сказать что мы стараемся щеки не надувать но вклад церкви и в частности церковной больницы заметные очень заметный и это но оборудование хотя бы на вашей клинике на оборудовании государства старается как-то вот это дефицитный вы вообще упакованных хорошо или плохо средне хорошо упакована мы хорошо упакованы у нас если говорить про больницу телексея у нас есть нет нас вообще очень хорошо оснащены больницы вот за последние годы и здесь во многом благодаря поддержке сетейшего патриарха кирилла и поддержки то в том числе и города москвы мы имеем 2к ты 2 мрт у нас один из лучших в городе ангиограф это для сосудистых операций у нас пцр-лаборатория у нас сильная то есть все аппараты узи там экспертного класса замечательная у нас хорошая реанимация у нас операционная оснащена там всем необходимым микроскопами 4k системами 3d эндосистемы таким монитором там для скопистых стоек у нас там 3 ци дуги в операционной то есть на качество больницы сейчас технически очень хорошо вооружена и более того в переслали за леском да тоже такая чудесная история вот в одном из наших филиалов которые для нас очень все филиалы важны но переславский он почему для нас так важно потому что это земская больница в которой 7 лет был главным врачом святителя лука тогда еще вальтин филипс филиксович войны есенецкий и у него все колуки тогда было и мечта иметь там генский аппарат но он даже нашел деньги и в своих воспоминаниях он пишет из того что началась первая мировая война а тогда регионские аппараты поставлялись в германии как сейчас он нашел средства там в одной купчихе земство не будет не поддержала а вот благотворителями нашел средства и готов был закупить началась мировая война и он пишет что с жалей нет откладывается у нас сетка лука видим таким уже имеют другие возможности так получилось что в этом филиале в одном из корпусов сейчас будет уже расположен компьютерный томограф и мы ждем в августе магнитно-резонансный томограф это переславле да то есть мы сделать центру совсем маленький города до центра лучевой диагностики как такого нет и даже в нашей филиале будет такой высоко технологичный центр лучевой диагностики на надеемся там еще быть палеотивное отделение и хирургическое очень много что надо делать всех призываем в этом помогать потому что никакого государственного финансирования мы не имеем это все может быть сделано только за счет добрых людей которые любят святителя луку и которые готовы в этом поучаствовать ну вот я про то что слава богу в плане оборудования оснащения и то есть а в плане те же самых наших деятельности на донбассе но за счет того что мы скажем так не государственные чем на учреждении да мы наверно и у нас процесс мобильные добыли в плане вот развертывание своей деятельности у нас святейший благословил помогать и мы поехали соответственно мы может одни из первых пришли туда и нам удалось кое-что сделать поэтому церковь маленькая но но сильная мы сильные дай бог спасибо большое спасибо большое алексеевич я напомню нашим слушателям что мы беседуем с алексеевичем зарубым главным врачом и директором клинической больнице свидетеля алексея это наше флагман нашей церковной медицины совершенно замечательная я там успокоение нахожу потому что да красивая все еще эти здания которые прекрасно отремонтированные душа отдыхает здесь никакого уродства нет и кроме того еще эта красота внутреннего мира этих людей которые всех лечат всем помогают особая атмосфера там об этом говорят да мощным да вот это вот атмосфера любви который собственно наш покойный друг говоря люблю всех да это 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 его кредо жизненная и так сказать последние минуты своей сознательной жизни дай бог там всем так поэтому дорогие братья и сестры я прошу вас помолиться о посмертной судьбе усопшего новоприставленного раба сергия всех тех ребятах которые там воюют на на фронте и девочки и мальчики но всех короче говоря кто сейчас защищает нас с вами дай бог все-таки выжить здоровья поправиться кто получил какие-то увечья ну и прошу молитвы о нас алексей юрьевича и евгений константиновича и просим ваших молитв о нашей радиостанции который будет вас и дальше информировать о том что происходит на поле брани в самых таких местах где как вы говорите действительно людей долго отбывают прежде всего не то что там лечит а просто для начала долго отбывает такие условия которые еще нужно вытерпеть помоги всем нам бог все это пережить выдержать и ну я только о победе могу молиться спасибо большое спасибо радио радуниш который тоже друг нашей больницы и конечно вам и хорни бог сегодня по это повторяю у нас в гостях россия юрьевич азаров главный врач и директор больницы искателя алексея